каждый раз когда я сужусь на диету я хотела бы дойти до конца выдержать там две недели в месяц или больше но зная себя я знаю то что срыв будет ну то есть маленькие незначительные но тем не менее срыв а любой срыв это как бы в общем отход от главной цели удержать диету то есть пройти ее до конца и я могу сразу сказать что если я сажусь на любую диету новую я знаю что где-нибудь я прервусь диета сама по себе стресс для организма а малейшее отклонение от нее неизбежно заканчивается самобичеванием упреками и безумным желанием начать сначала о правильности такого решения конечно никто не задумывается а вот уильям бантинга основоположник одной из самых знаменитых диет еще в веке 19 составил подробное описание ошибок человека худеющего опираясь на его опыт вместе с дарьей попытаемся развеять иллюзии и разоблачить мифы испробовав не менее десятка всевозможных диет не потеряв при этом ни килограмма бизнесмен уильям бантинг убрал из рациона всего лишь два компонента и чудо за год он умудрился потерять больше 40 килограммов бантинг не был медиком он был предпринимателем довольно таки благополучным жил во времена насколько я понимаю викторианской англии и любил употреблять сладкое теплое молоко на ночь любил пиво любил бисквит в итоге к выходу на пенсию он приобрел значительный избыток массы тела и задался вопросом а как я могу его снизить и вот тут до него дошло что надо убрать углеводы соответственно крахмал сделав это он обнаружил что о я снижаю свой вес есть эффект повторить эксперимент бантинга казалось бы не сложно ешь больше мяса фруктов овощей за исключением конечно картофеля моркови и свеклы не пренебрегай крупами но как ни странно метаморфозы при такой диете случаются не с каждым врачи не рекомендуют ее при заболеваниях почек желудочно-кишечного тракта и сердца впрочем желающим похудеть учитывать стоит не только состояние своего здоровья темпераменты тип характера играют в этом процессе не последнюю роль людям от природы спокойным и организованным диета бантинга скорее всего не подойдет отсутствие сахара и обилие мяса уже через семь дней сделают такого человека раздражительным а еще через неделю и вовсе загонит депрессию для каких людей это будет хорошо с одной стороны это люди беспокойные которые реагируют на стрессы причем реагируют тягой к сладкому вот им для того чтобы успокоиться надо съесть там кусочек шоколадки там выпить сладкий чай съесть конфетку и они через какое-то время замечают что будучи тонкими в юности они вдруг с возрастом стали полными это вот первая категория людей которым будет логично убрать углеводную пищу и крахмалистую вторая группа людей это люди которые всю жизнь вот с детства они были полные зал ходят едят там вроде бы диету соблюдают но они полные то есть стоит им вообще несколько дней не подвигаться вес появился вот таким был бантинг скорее всего этим людям тоже будет очень хорошо убрав сладкий вкус убрав углеводы и заменив это овощами и мясом они тоже будут терять вес никакого сахара никаких конфет но не стоит огорчаться ведь никто не говорит что от сладкого нужно отказаться вовсе мед и сироп топинамбура могут стать неплохой да и к тому же полезной альтернативой сахару между прочим во многих компаниях которые составляют меню для приверженцев правильного питания именно эти продукты используют для приготовления полезных низкоуглеводных десертов самый простой рецепт это я думаю гранола ее может приготовить каждый дома возьмите те сухофрукты которые вы любите любые абсолютно орехи которые вам нравятся тоже абсолютно любые овсяные хлопья которые в народе называют геркулесом отдельно выдавите сок лимона или апельсина тоже по вкусу добавьте туда сироп топинамбура у кого сиропа топинамбура нет можно взять обыкновенный мед добавляем молотую корицу смешиваем потом соединяем наши сухофрукты орехи овсяные хлопья вот с этой жидкостью даем постоять минут пять чтобы все вкусы перемешались и запекаем примерно 15 минут при температуре 178 градусов это получается и вкусный перекус такое и как легкий десерт относительно пока дарья пробует сладкое диетическое блюдо мы разберемся как на наш организм действует сахар для этого нам потребуется килограмм этого продукта весы и вода и так проводим контрольное взвешивание теперь смотрим при контакте с водой сахар набухает и вес увеличивается почти на 100 граммов ждем сутки вода не испарилась а все потому что сахар подобно алкоголю и соли задерживает жидкость прибавляя так называемого водного веса похожий процесс происходит и в организме человека злоупотребляющего сладким впрочем тех кто решит заменить сахар искусственным подсластителем предупреждаем сразу слаще он вашу жизнь точно не сделает представьте вы кладете в рот маленькую таблетку сахарозаменителя организм мгновенно реагирует на это выбросом инсулина он несется на встречу с глюкозой но его ожидает разочарование а все потому что никакой глюкозы то и не было и вот тогда в отместку он забирает весь сахар что было обманщика в организме от его нехватки формируется гипогликемия начинает болеть голова трясутся руки возникает бешеное чувство голода и человеку ничего не остается как снова поесть он насыщается ненужными калориями а это прямой путь к лишнему весу в своем письме о точности человек худеющий уильям бантинг писал можно сколько угодно предаваться диетам но однажды ты обязательно сорвешься и никакие убеждения уже не подействует в этом случае советую не угнетай себя и просто двигайся дальше у тебя все получится говорить просто следовать подобным советам практически невозможно об этом знает любой кто хоть раз пытался похудеть по данным статистики каждый второй не доводит начатое дело до конца а каждый четвертый начинает ходить по кругу с мыслями худею с понедельника после праздников после отпуска современные психологи уверены все дело в мотивации довольно часто женщины ставят крест похудеть нереально похудеть проще пареная репа ведь не нужно имея мотивацию или мощный стимул сзади поэтому человеком движет в качестве скажем так стимулов еще один постулат до боль страх и удовольствие если человек движется исходя из какой-то боли ну допустим толстая а и в подушку рыдает но это боль такая душевная боль но у нее может быть на какое-то время будет стимул стимул по латыни это палка для погона скота и она себе этой палкой погоняет чтобы хоть что-то делать к сожалению очень мало людей имеют своем скажем так сценарии жизненном стимулирование себя через удовольствие я могу удовольствие получать от себя от своего тела от жизни в конце концов от того чтобы не стало просто легче да вот это удовольствие что ж рыдать и заниматься самоедством бессмысленно нужен стимул двигаться вперед согласно советам психолога нужно непременно с мечтами о счастливом будущем представляя себя леди совершенства не меньше пока дарья мечется в поисках счастья мы поставим зеленый эксперимент возьмем два цветка в течение двух недель будем ухаживать за обоими почти одинаково поливать рыхлить землю удобрять с одним лишь отличием тому что в первом горшочке станем говорить добрые слова хвалить его восхищаться на другое растение будем громко кричать и ругаться прошло 14 дней выводы делайте сами ласковое слово и цветочку приятно а вот и дашь на счастье она скрывала от нас что весной собирается выйти замуж к назначенному дню это свадебное платье должно сидеть идеально вот к этому то и будем стремиться мотив есть да еще какой почему я ем так много нередко спрашивает себя человек худеющий дело в том что люди всю свою жизнь стремятся к удовольствию а она для многих заключается именно в еде для достижения большего счастья доза постоянно повышается он ест все больше но радости от этого все меньше и вот в этой критической точке и случается тот самый срыв сколько бы человек в себя не закинул удовольствия не будет следовательно искать его нужно в чем-то другом психологи советуют например получать восторг от приготовления пищи многие считают сначала надо похудеть и только потом наращивать мышцы но профессионалы уверены все нужно делать одновременно бантинг занимался водной греблей и это не помешало ему на пути к стройности осталось выбрать свой вид спорта остановимся на стречинге в отдельное направление его выделили совсем недавно суть состоит в растягивании мышц сухожилий и связок заниматься лучше регулярно не менее трех раз в неделю кстати за час не слишком интенсивной тренировки сжигается около ста калорий стою конечно но не уверена что меня надолго хватит я буду стараться старайся даша борьба с лишними килограммами легкой не бывает главное в первый же раз не переусердствовать все зависит от степени нагрузки можно заниматься каждый день но по чуть-чуть например 20-30 минут и зависимость от вида либо стрейчинг либо это силовые силовые рекомендуется через день чтобы мышцы отдыхали но между этим перерывом можно делать еще стрейчинг то есть после того как ты занимаешься силовым мышцы забиваются чтобы они молочка проходила нужно их растягивать растяжение между силовыми тренировками это очень обязательно чтобы мышцы были ровными чтобы они быстрее восстанавливались и подпитывались кислородом на самом деле продемонстрировать насколько эффективные нагрузки в борьбе с подкожным жиром достаточно просто возьмем обычное сливочное масло положим в посуду и начнем нагревать масло тает точно так же тело разогревается и во время тренировок положительный результат виден уже через несколько месяцев другой вопрос где же мышцы как скоро они появятся и что нужно сделать чтобы тело стало красивым и выразительным ответ один тренировать растягиваясь раз от раза мышечная ткань надрывается и срастается вновь становясь при этом более плотной и упругой вытесняя жировую прослойку она подходит практически вплотную кожу и создает красивый рельеф результат заметен уже после четырех пяти месяцев тренировок цели тоже бывают разные самое главное что я поняла нужно принимать себя таким какой ты есть и цель ставить какую-то позитивную верную то есть не корить за то что ты не входишь какие-то брюки а наоборот попытаться себя обрадовать тем что ты в эти брюки и платья как моем случае ты и войдешь то есть ты будешь выглядеть классно круто к тебе вот прикованы взгляды диета конечно дело добровольное но погони за красотой и в самом деле не стоит истязать и морить себя голодом ведь как мы поняли единственный способ похудеть это пересмотреть свои цели в жизни а